Добрый вечер! Мы живы памятью своей. В городе над Бугом прошла церемония открытия бюста Минахему Бегину, премьер-министру Израиля, лауреату Нобелевской премии мира, нашему знаменитому земляку. Я не стараюсь танцевать лучше всех остальных, я стараюсь танцевать лучше себя самой. Директор Брестской детской хореографической школы искусств Елена Дронь награждена министром культуры Белоруссии Борисом Светловым. Все и еще немного о настоящих мужчинах. Мировая общественность отмечает День мужчин. Обо всех этих событиях мы расскажем вам прямо сейчас. В июне года текущего в Бресте с официальным визитом находился чрезвычайный полномочный посол Израиля в Белоруссии Иосиф Шагал. Целью поездки было исключительно обсуждение с городскими и областными властями вопроса об установке бюста уроженцу Бреста, премьер-министру Израиля, лауреату Нобелевской премии мира Минахему Бегину. Все формальности были улажены довольно быстро. И скульпторы приступили к реализации создания бюста великого политического деятеля, нашего знаменитого земляка. 31 октября состоялась торжественная церемония открытия бюста, установленного неподалеку от дома, в котором находилась школа и где учился Минахим Бегин. Смотрите наш сюжет. Смотрение своему народу, а потому открытие памятника в городе, в котором 100 лет назад родился этот человек, не просто событие, это дань уважения к заслугам знаменитого брещанина. На этой земле родилось очень много выдающихся людей, но такой плотной концентрации, как на Брестскую область, по-моему, нет ни в одной другой. Просто страна, не страна, поставщик кадров для руководства государства Израиля. Так что мы очень благодарны Бресту за таких замечательных руководителей. Спасибо большое. Самое дорогое, что имеет человечество у себя в жизни, это его история, его знание этой истории. И сегодня мы отдаем дань человеку уважение, который родился у нас в городе, который тоже делал историю нашего города. Поэтому открытие вот этого бюста, ряда Номерской премии мира, бывшему руководителю правительства Израиля, оно событие, которое говорит о том, что мы помним и знаем свою историю. И оно сохранится в веках, а значит город будет жить в веках. Памятник выполнен из бронзы и гранита. В состав творческой группы, работавшей над его созданием, вошли председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин Леонид Левин. Автор эскизных проектов – брещанка Олеся Гурщенкова, архитекторы Олег Ляшок и Константин Селиханов. Постамент, на котором установлен бюст Минахима Бегина, представляет собой два треугольника, поставленных один на другой. Если посмотреть сверху, их углы образуют звезду Давида. Я такой делал больше собирательный образ, потому что, как часто бывает, когда много фотографий, всегда есть проблема, он везде разный. Вот поэтому я старался идти от чего-то общего. Это человек, который вернулся в Беларусь. То есть это вот, надо говорить о том, что время наконец-то начинает расставлять с точки над «и», и наконец-то Беларусь получает, или там, не знаю как, возрождает то, что было забыто, и как будто бы этого не было. Вот, ведь Беларусь дала миру просто гигантское количество фигур и в политике, и в искусстве, и вообще. То есть если посмотреть историю искусства XX века, то это практически, там, ну не знаю, процентов 10-20 это выход из Беларуси. Но помимо увековечения памяти Минахима Бегина в бронзе и граните, накануне открытия бюста в Бресте прошла церемония презентации гашения почтового блока национальные лидеры государства Израиль, выходцы из Беларуси. Увековечивание великих людей этой страны в марках – событие поистине нерядовое. Помимо Минахима Бегина в блок попали еще два уроженца Брещины. Глава израильского правительства Идхак Шамир и первый президент Израиля Хаим Вецман дополнили великую пятерку белорусских израильтян действующий президент Израиля Шимон Перес, малая родина которого в деревне Вишнево Минской области, и экс-лидер Израиля известный писатель Шнеур Залман Шазар, родившийся в городском поселке Мир Гродненской области. Марка – это не только для коллекционеров и филателистов. Ведь марку, вы знаете, мы клеим на конверт, на письмо, на бандероль. А поскольку Белорусская почта работает со 192 странами мира по обмену почтовыми отправлениями в рамках Всемирного почтового союза, то вот и сегодняшние марки тоже, которые будут наклеены на бандероли, на почтовые карточки, на открытки, пойдут в этих 192 страны. И в мире узнают, что есть такая страна Республика Беларусь, которая растит таких великих и знаменитых людей, что есть такая страна Израиль, которая дает возможность этим людям проявить свои способности. Специалисты республиканского унитарного предприятия Белпучта уверены, что эти знаменитые и знаковые марки не последние в коллекции. Уже поступило предложение создать совместную марку «Позже Белоруссии и Израиля». Дружеские связи, которые существуют между нашими народами, создадут новую площадку для плодотворного межкультурного диалога. Лариса Осмолович, Анастасия Стропко, Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Виктор Халявка, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Но не только вышеназванным мероприятием была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли мимо и другие. А потому короткий экскурс по событиям, которые мы освещали в эфире ежедневной программы новостей, будет вполне уместен. Повышение, еще раз повышение. В Беларуси с 1 ноября увеличился на 4,3% бюджет прожиточного минимума и более чем на 5% трудовые пенсии. Выросли пособия на детей. Одновременно поднялись тарифы на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения. А также тариф на реализуемый населению природный газ, подорожала электроэнергия. Еще одно повышение цен с 1 ноября до 30% станет дороже табачная продукция. Этот факт обрадует многих и, несомненно, огорчит курильщиков. Но во всем нужно искать позитив. Быть может, столь высокие расценки помогут бросить курить и тем самым сохранять здоровье любителей никотинового допинга. О сохранении здоровья, о соблюдении прав человека в трудовых коллективах, достойном уровне оплаты труда, а также безопасных условиях деятельности заботятся белорусские профсоюзы. 28 октября Брестское областное объединение отпраздновало 65-летний юбилей. Три вышеназванных постулата, на которых стоит работа этого объединения, урегулированы правовой базой. Именно законность позволяет грамотно отстаивать интересы граждан и выстраивает конструктивные отношения с нанимателями и государственными органами. В области, как и в целом в профсоюзах, выработан механизм представления защиты интересов людей. Это на уровне республики генеральные соглашения, на тарифные отраслевые соглашения, на уровне отраслевых профсоюзов. И у нас есть местные соглашения, территориальные соглашения между органами власти, объединениями нанимателей и профсоюзами. И это создает такую правовую основу, базу для того, чтобы можно было защищать как раз интересы людей. Заместитель министра МВД Беларуси, начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко встретился с трудовым коллективом совхоза комбината «Берести» и провел своеобразный правовой ликбез. По словам чиновника, искать пути решения проблем следует всем миром. Милиция одна с этими вопросами не справится. Преступление либо правонарушение, будь то воровство или пьянство, дебоши в семье или нарушение правил дорожного движения – это уже свершившийся факт. Поэтому главное в работе – не допустить этого. Нужна грамотная профилактика и предупреждение. Брестский район с этим в большинстве случаев справляется. Статистика показывает, что уровень преступности в этом регионе к уровню прошлого года снизился почти на 10%. Но чтобы жить спокойно, работу необходимо усиливать. Важные события в культурной жизни города над Богом. В областном центре прошли Дни культуры Калининградской области. В рамках этой акции на протяжении трех дней берестейские жители могли познакомиться с талантливыми российскими артистами. В областном общественно-культурном центре в течение двух часов искрометно выступал Калининградский областной оркестр русских народных инструментов с программой «Музыкальное созвучие», а также прошел галоконцерт «Музыкальный серпантин». Вы смотрите итоговый выпуск новостей на телеканале БУК-ТВ. Говорим не только о важном и актуальном, но и об интересном и познавательном. У Брестской детской хореографической школы искусств имени Вячеслава Погодина скоро будут новые стены. В марте 2014 года храм Терпсихоры расположится в центре города. Спустя 25 лет детская хореографическая школа искусств обретет новое обличие. Во многом благодаря стараниям директора Елены Дронь. Энтузиаст по натуре и профессионал своего дела. В День работников культуры Елена Александровна получила благодарность от министра культуры Республики Беларусь Бориса Светлова за многолетнюю работу и особый вклад в развитие и сохранение культуры на Брещене. О второй семье Елены Дронь и о второй маме юных танцовщиц расскажет наш корреспондент Виктория Драгобецкая. Елена Александровна такой преподаватель, хороший хореограф, постановщик наших танцев. Она замечательный директор нашей школы, она всегда помогает, всегда организует всякие праздники. Не только помощник и в танце, но и друг. И если что-то случится, то можно будет обратиться, конечно. Можно ее назвать второй мамой, она с нами каждый выходной занимается по ансамблю. Мы учимся в хореографической школе уже шестой год, это последний год. Для нас это место стало настоящим родным местом, и учителя как вторые мамы и папы. И выходить отсюда особенно, знаете, так трогательно и не хочется. Не так давно сама Елена Александровна мерила легким танцевальным шагом хореографическую сцену школы имени Погодина. Она и сегодня продолжает развивать искусство танца. Только уже не в качестве ученицы, а в качестве педагога-хореографа. Это мой второй дом, говорит первая выпускница хореографической школы с дипломом под номером 1 Елена Дронь. Но есть еще одно обстоятельство, которое для директора храма искусств делает стены школы родными. Мой муж, спортсмен бывший, когда-то, когда мы только познакомились, он работал в спортивной школе, а я уже в хореографической. И мы спорили, я пойду к нему хореографом, или он ко мне пойдет тренером по гимнастике. И получилось так, что он пришел тоже в нашу школу, и вот уже больше 10 лет работает здесь. Поэтому нам немножко, конечно, проще. Мы работаем в одной сфере, мы все время рядом. Сегодня она талантливый педагог, развивающий танцевальную лексику у своих учеников. Гибкость, легкий, высокий прыжок, свободное и пластичное владение руками, большой танцевальный шаг. Грациозные девушки словно сошли с полотна известного мастера кисти Эдгара Дега. Каждому движению нужно придать свою эмоциональную окраску, свой неповторимый эстетический аромат. Такие задачи ставит перед собой любой педагог, желающий развить в каждом ребенке любовь к искусству танца. Нужно быть очень чутким, нужно прислушиваться к каждому ребенку, кто он, что он. Ведь каждый ребенок – это отдельная уже личность. В первую очередь у нас стоит на первом плане воспитательный процесс. Только через сердце, через душу ребенка его можно научить такому прекрасному виду искусства. Каждый год для более 500 воспитанников хореографической школы наполнен яркими впечатлениями и эмоциями. Диография участия в международных конкурсах и фестивалях довольно широка. Болгария, Германия, Польша, Россия, Молдавия и Румыния, Украина. Признание на этих сценических площадках приносит юным дарованием как незабываемые моменты, так и многочисленные победы. Без выступления творческих коллективов школы искусств не обходятся городские, областные и республиканские мероприятия. Такая насыщенная программа настолько сплачивает детей, что не называют школу своей семьей, а некоторые из них возвращаются в родные пенаты, но уже в статусе педагогов. Два человека сегодня у нас, две наших выпускницы, закончив университет культуры, три, я извиняюсь, три наши выпускницы вернулись к нам учителями в этом году. Я не думала, что я приду в качестве педагога, но как-то судьба распределилась так, что я вот оказалась здесь. Я очень рада, благодарна, мне нравится. Я работаю уже два месяца здесь. Сам воздух в хореографических классах пропитан запахом грации, а в зеркалах пустых залов можно уловить гибкие силуэты танцующих. К слову, даже увлечение директора храма искусств связано с художественным языком тела. Елена Александровна коллекционирует статуэтки балерин. Изящное хобби под стать хозяйке. Среди фарфоровых граций в пачках и пуантах отдельный месяц занимает благодарность министра культуры. Вспоминая о торжественной церемонии, Елену Дронь и сейчас охватывает легкий трепет волнения. Рядом с тобой были такие знаменитые люди, личности яркие все-таки нашей республики. Это художники, музыканты, артисты. Поэтому, встав с ними на одну сцену, чувствовалось очень большое волнение, немножко гордости. По словам главного хореографа школы, эта награда – общая заслуга всего преподавательского и ученического коллектива. Ежедневные репетиции и выступления, на которых дети красотой движения рассказывают о своих внутренних чувствах, достойны самой высокой оценки. А преподаватели, посвящая жизнь искусству хореографии, знают, что самая дорогая благодарность для любого педагога – признание любимых учеников. Елена Александровна такой человек, который она притягивает. Есть такие люди, которые излучают свет. И ты всегда, постоянно, и ты смотришь на нее и кажешь – вот я вырасту, я буду таким же, я буду так же учить детей. Это заряжает какой-то энергией, это очень классно. Виктория Дрогобецкая, Александр Воронин, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Творчество – это уникальное сочетание замысла и формы. Оно рождает настоящие произведения искусства, которые не только украшают помещение, но и заставляют биться сильнее сердца. Комбинировать в одной творческой работе разные материалы весьма сложно. Для этого необходим не только талант, видение пропорций, но и умение сочетать несочетаемое. Брещанка Светлана Тарасова создает необычные композиции из самоцветов и бисера. Это творчество привлекло женщину, когда она уже ушла на заслуженный отдых. За 10 лет работы в этой сфере Светлана Васильевна стала настоящим профессионалом своего дела. Теперь в «Чудо-коллекции» не один десяток работ, многие из которых пополнили коллекции в разных странах мира. С талантливой мастерицей познакомилась Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Квартира Светланы Тарасовой напоминает настоящий Эдем. Необычные деревья и цветочные композиции создают ощущение того, что находишься в сказке. Вокруг все блестит и сверкает. Работы из камня, бисера и декоративных материалов не кажутся грузными и тяжелыми. Царит атмосфера спокойствия и умиротворения. Появляются эскизы таких необычных композиций сначала в голове, а потом, благодаря хорошей работе рук и полетам фантазии, становятся не просто дополнением интерьера комнаты. Эти необычные деревья и цветы приносят счастье в каждый дом. Листочки из бисера и камней никогда не увянут, никогда не пожелтеют, дерево не засохнет. И дерево, почему из всех оберегов, я выбрала именно дерево счастья, потому что корни его укрепляют семью. Это семейный оберег. Крона притягивает положительную энергию, усиливает положительное влияние атмосферы и защищает вас и ваш дом от негативных влияний. Желание творить всегда жило в душе Светланы Васильевны. Еще в юности она увлекалась рукоделием. Вышивка и вязание и сегодня помогают женщине придумывать все новое и новое произведение искусства. Необычными композициями из природных целебных камней и бисера Светлана Тарасова начала заниматься 10 лет назад. Сестра Светланы Васильевны подарила женщине на день рождения маленькое китайское дерево. Мастерица попрактиковалась и поняла, что может сделать такое сама и даже лучше. Так необычная коллекция начала пополняться. Это настолько притягивает, это настолько спиццотерапия, например, это вообще лечение. Я считаю, что бисероплетение – это тоже лечение. Это такое удовлетворение, мне кажется, что оно мне дает и молодость, и силу, и здоровье. Хотя, в общем-то, я давно на пенсии. Понимаете, вот то, что радует глаз, то, что я дарю такие подарки людям, и они какие-то высказывают восторг. Хочется расти, развиваться. Сегодня работы Светланы Тарасовой украшают интерьер домов многих стран мира. Они выставляются на различных вернисажах и экспозициях. Кроме красоты, которую привносят чудо-деревья в дом, они являются и оберегами. Камни и украшения подбираются благодаря восточным учениям, которые Светлана Васильевна постигает на протяжении многих лет. Например, цвет деревьев из камней самоцветов и бисера помогают хозяину оберега развивать личностные качества и самосовершенствоваться. Пройти, как говорится, в карьере было движение. Я директором учебно-курсового комбината работала, второй институт закончила. Это, знаете, как-то преподавателем вузов было. Я в БНТУ преподавала шесть предметов. Но это филиал Брестский, а на улице Задержинского находился. Поэтому, но в то же время, мне говорят, ты себя на пенсии реализовала больше, чем в жизни. Но этого не может быть, потому что идет развитие. Одно из другого, понимаете, идет совершенствование. Светлана Тарасова очень искренняя и жизнерадостная женщина. В каждой ее работе чувствуется та любовь и трепет, с которым Светлана Васильевна искусственно подбирает каждую, даже самую маленькую деталь необычной композиции. Возможно, поэтому все ее деревья привносят в каждый дом положительную энергию и создают атмосферу присутствия настоящей сказки. А сейчас о других событиях. С 1 августа в Беларуси заработала национальная система сборов за проезд по платным дорогам Белтол. Право контролировать порядок пользования платными магистралями получила транспортная инспекция. В помощь ее сотрудникам – мобильные комплексы, настоящие офисы на колесах, оборудованные всем необходимым, начиная от сейфа и заканчивая многофункциональным устройством. Благодаря им остановить водителя, не оплатившего проезд, не составляет особого труда. О том, как это происходит и какие способы проверки используют сотрудники транспортной инспекции, расскажет Виктория Драгобецкая, побывавшая в рейде вместе со специалистами транспортной инспекции. Каждый день на пункте пропуска Козловище сотни тягачей проходят таможенный контроль. Часто именно с этого места пограничного перехода сотрудники транспортной инспекции получают сигнал о нарушителе. А все потому, что многие водители-международники на выезде с пункта пропуска не видят дорожный знак с надписью «Платная дорога». Тягачи, стоящие на обочине, попросту его заслоняют. Там же находится первый приграничный пункт электронной системы сбора оплаты «Белтол», где водитель может приобрести бортовое устройство. У некоторых в связи с его отсутствием начинаются проблемы, а другие просто вовремя позаботились о его приобретении. А вы давно приобрели бортовое устройство? Обязательно. Без этого невозможно. То есть оно у вас давно уже стоит? Да. Проблем никаких на дорогах с ним не было? Пока нет. System «Белтол» есть такой же, как в Польше. «Белтол». Побера деньги. Давно ли вы приобрели бортовое устройство? Сразу приобрели? Две недели назад, пред впроводзением «Белтола». Они нарушали? Один раз, но не моя вина. Поиск водителя, не оплатившего проезд – главная задача сотрудников транспортной инспекции. Как правило, в рейде мобильным патрулям удается обнаружить 3-4 нарушителя. С помощью специальной системы проверки, установленной в микроавтобусе, сотрудники легко могут вычислить машину без бортового устройства, движущуюся по трассе М1. Дальше дело за малым. Объяснить водителю правила проезда по платным дорогам в Беларуси. После того, как мы остановили водителя, который двигается по дороге М1 с нарушением, мы проводим его в наш служебный автомобиль, объясняем его нарушение, то есть, что случилось, где и когда он проехал без оплаты, либо какое-то другое у него нарушение было. И налагается на него увеличенный размер оплаты, после оплаты которого он продолжает движение, получает все документы на руки, оплачивает в увеличенном размере за дорогу и может двигаться дальше. В распоряжении транспортной инспекции по Брестской области находятся четыре автомобиля марки «Фольксваген», оборудованных системой поиска нарушителей. Цена одного авто – около полтора миллиарда белорусских рублей. Львиная доля стоимости приходится не на сам автомобиль, а на специальное оборудование. В салоне микроавтобуса на приборной панели расположен компьютер сразу с двумя тачпадами. На монитор выводится информация обо всех транспортных средствах, которые попадают в поле зрения системы. Как только на мониторе появится красная строка, значит зафиксировано нарушение. Кроме этого, есть и другие способы проверки. На автомобиле находится специальная антенна, которая улавливает сигнал от автомобиля. Либо получаем ручным запросом, либо с самих этих рамок, которые расположены на дороге, у нас идет информация. С 1 января следующего года платных дорог в Беларуси станет больше. Систему Белтол планируется внедрить на трассах М4, Минск-Могилев и М5, Минск-Гомель, на участке от Луховичей до Бобруйска. Часть дороги от Бобруйска до Гомеля останется бесплатной, поскольку она не соответствует первой категории. Однако, чтобы эти планы осуществились, белорусским властям необходимо выполнить требования, предъявляемых дорогам первой категории. А это, ни много ни мало, наличие минимум четырех полос и раздельные встречные потоки. Первая суббота ноября во многих странах считается Днем Мужчин. Праздник был утвержден в 2000 году по инициативе первого президента СССР Михаила Горбачева. Идея внесения такого дня в календарь была поддержана отделением ООН, расположенным в Вене, магистратом в Вене, а также рядом других международных общественных организаций. Постепенно инициатива нашла широкий отклик у СМИ и мирового сообщества. В этот день представителей сильной половины человечества принято честовать и поздравлять. Не остались в стороне от этого молодого по годам, но очень важного праздника жители города над Бугом. Анастасия Стропко выясняла, какими качествами, по мнению берестейских женщин, должен обладать настоящий мужчина. И что в этот день они хотели бы им пожелать? Испокон веков женщины испытывают потребность находиться под защитой настоящего мужчины. Но какой он настоящий? Какими качествами должен обладать и как обязан себя вести? Согласно данным статистики, сегодня в Беларуси проживает более 4,5 миллионов представителей сильной половины человечества. Если говорить о роли мужчин в обществе, то в большинстве культур исторически сложилось так, что мужчина – добытчик, глава и опора. Та самая каменная стена, за которой можно надежно спрятаться от всех жизненных невзгод и печалей. И сегодня, несмотря на век активной эмансипации, эти обязанности не потеряли свою значимость, не отошли на второй план. Четкое представление о том, каким должен быть настоящий мужчина, есть у каждой женщины. Но основополагающее качество – мужественность, надежность и верность – называет большинство. Настоящий мужчина должен был дать уверенностью, надежность, защиту от него чувствовать и любовь. Во-первых, у него должно быть доброе сердце, он должен быть мужественным, заботливым в какой-то степени, но и обязательно должен быть сильным, чтобы можно было спрятаться за его сильным мужским плечом. Умный, воспитанный, любящий свою семью, наверное, таким, целеустремленный. Сами представители сильной половины человечества на вопрос о том, какие качества должны присутствовать, отвечают коротко и лаконично. Чисто по-мужски выделяя только самые главные черты. Настоящий мужчина должен быть сильным, смелым, не бояться никаких препятствий. Порядочные люди должны быть. Что еще? Жену любить, детей любить и все остальное, я думаю, положиться. Должен быть вежливый по отношению к девушкам, потом отзывчив, добр, мужествен, который может поставить за свою девушку. Не знаю, как другие парни относятся к этому, но я отношусь к тому, что должен любой парень, любой молодой человек должен побывать в армии. Как вырастить своего сына настоящим мужчиной? Такой вопрос задает себе практически каждая мама. Как правильно воспитать подрастающее мужское поколение? Таким вопросом задаются педагоги и школьные психологи. Как перевоспитать уже взрослого человека и чаще всего супруга? Такие проблемы порой возникают у законной жены. Сами представители сильной половины человечества уверены, что быть мужественным и сильным означает настоящим решение самостоятельное, зачастую не зависящее от окружающих. Но тем не менее признают, что происходящее вокруг события и мнение людей оказывают пусть и косвенное, но влияние на мировоззрение и поведение каждого. Если брать историю, это у нас заложено в генах. С древности мужчина, он как бы добытчик в дом. Допустим, там раньше были охоты и так далее. Но с цивилизацией это все как бы теряется. Но мне кажется, прежде всего, это всегда на первом месте стояла семья, второе – школа и окружающий мир. Потому что в вакууме нельзя воспитывать никого. Поэтому эти качества изначально идут в семье. В семье, наверное, быстрее всего. Там и дети, там и жена воспитывает, и дети тоже. Мужчины руководят предприятиями и заводами, ставят новые мировые спортивные рекорды, совершают научные открытия, защищают родину и берегут порядок и покой на улицах. Спасают в самых экстремальных ситуациях и просто создают условия для комфортной и полноценной жизни своих семей. Круг по-настоящему мужских обязанностей очень широк и огромная ответственность, которую они несут на своих плечах, заставляет уважать и восхищаться их характером и волей. А потому порой и им, таким выносливым и надежным, нужна моральная поддержка и опора. И всемирный день мужчин – хороший повод лишний раз сказать своим близким и родным, насколько они важны, дороги и любимы. Рыцарем, чтобы он был прежде всего. Это значит мужественность была в нем, чтобы все качества, которые присущи именно мужчинам. Чтоб настоящие мужчины такими и оставались. Их сейчас на нас больше и больше. Анастасия Стропко, Александр Воронин, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Женская половина информационного отдела телекомпании «Бук-ТВ» желает всем мужчинам быть уверенными шоферами, которые твердо держат руль. Где нужно – повернут, где нужно – поедут прямо, где обгонят, где притормозят. Нашим замечательным брестским мужчинам желаем также твердо держать руль жизни в своих сильных руках. Где нужно – ускорять, где необходимо притормаживать. А главное, чтобы не заносило на поворотах, не несло в кювета. Мотор и прочие узлы работали надежно. Вы смотрели итоговую программу «Бук-Инфоруме». Это все, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Бук-ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Далее в программе «Прогноз погоды на ближайшие дни». А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей и до встречи в эфире. 3-4 ноября погоду в Беларуси обусловят фронтальные разделы, перемещающиеся с юго-запада Европы. Ожидается неустойчивая, но теплая для ноября погода. В воскресенье 3 ноября на большей части территории области пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью плюс 9-11, максимальная днем от 13 до 15 градусов выше нуля. В понедельник 4 ноября ночью на Бречене прогнозируются кратковременные дожди. Днем будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температурный фон ночных часов составит плюс 7-9 градусов. Максимально днем воздух прогреется до 10 градусов. Редактор субтитров А.Семкин